Дороги быстрее, кандидаты сильнее, а техника чище. В новом обзоре прессы мы расскажем о самых важных публикациях за неделю. Здравствуйте! О том, как связаны железные дороги и экономика республики, на этой неделе рассказала газета «Советская Чувашия». 23 мая в Москве Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с президентом российских железных дорог Олегом Белозеровым. В настоящее время поставщиками продукции для предприятия являются порядка 20 организаций республики. В 2015 году товарооборот составил 12 миллиардов рублей. Как рассказывает газета, в ходе встречи руководитель республики и президент компании обсудили возможность участия предприятий и организаций региона в реализации инвестиционного проекта по строительству высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». «Участие предприятий республики в проектировании и строительстве высокоскоростной магистрали, ввод ее в эксплуатацию даст мощный импульс для социально-экономического развития региона, повышения его инвестиционной и туристической привлекательности», отметил Михаил Игнатьев. Олег Белозеров, в свою очередь, подчеркнул важность конструктивного диалога по ООРЖД с руководством Чувашии и выразил благодарность за эффективную деятельность в сфере организации работы железнодорожного транспорта в республике. Главным политическим событием недели стало прошедшее по всей стране предварительное голосование партии «Единая Россия». Газета «Про город» рассказывает про очереди на счетных участках, баранки для проголосовавших и, собственно, победителей этой предвыборной партийной гонки. Среди кандидатов для участия выборов в Государственную Думу Алена Аршинова выиграла в рамках голосования по партийным спискам, а Николай Малов и Леонид Черкесов победили среди претендентов-одномандатников. Для кандидатов это полезный опыт общения с избирателями, понимание их проблем. Жители республики определили, кому они действительно готовы доверить право представлять их интересы, выбрали наиболее сильных кандидатов. Кроме того, предварительное голосование для нас открыло много новых имен. Которым люди отдали значительное количество голосов. Это ближайший резерв, который партия будет обязательно задействовать. Отметил участник предварительного голосования, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Малов. Газета «Чебоксарские новости» на этой неделе рассказывает, когда пойдут поезда из столицы Чувашии на Черное море, как городские власти планируют разгрузить движение на бульваре электроаппаратчиков и как будут чистить столичные улицы. В частности, издание сообщает, для наведения чистоты власти Чебоксар закупили новейшее уборочное оборудование, половина из которого работает на экологичном топливе. Эксперты из администрации города посмотрели в действии комплект оборудования для мойки барьерных ограждений, под метально-уборочную машину и две установки системы точного дозирования противогололедного реагента. В тестовом режиме была показана работа мультикара-пылесоса для тротуаров. Увиденным чиновники остались довольны. «Думаю, что уборка улиц теперь выйдет на более высокий уровень. Улучшится работа наших коммунальных служб», отметил глава города Леонид Черкесов. «Появилась техника, которая будет убирать не только дороги, но и тротуары. О Чебоксарах говорят, как о самом благоустроенном городе России. Значит, нужно этому соответствовать». Поменять аварийное жилье на новые квартиры смогут жители печально известного дома номер 9 по улице Петрова. Газета МК в Чебоксарах рассказывает о визите на строительную площадку главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Градоначальник пообщался с подрядчиками, уточнил, укладываются ли строители в намеченный срок. Как заверили сити-менеджеры-исполнители, несмотря на сложную ситуацию на строительном рынке и падение спроса на квартиры, все обязательства перед горожанами будут исполнены. «Мы с нетерпением ждем новоселье», говорит жительница одной из комнат в доме 9 по Петрова Елена Самаркина. «И мы благодарны городским властям за то, что ситуацию удалось развернуть в нашу пользу, в пользу людей». «Наши люди в Мьянме» газета «Грани» рассказывает о том, как основатель велосипедного клуба из Новочебоксарска уехал работать переводчиком в государство Юго-Восточной Азии. По приглашению корпорации МИК Вячеслав Платонов вошел в состав делегации, которая обучала местных летчиков летать на наших самолетах. О жизни в экзотической для нас стране и привычке местных пилотов летать в шлепках читайте в газете «Грани». Это был обзор пресса за неделю. Увидимся. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok